Как самое делали сейды? Привет! Вы смотрите канал Виктора Рогова. Сейды – это такие священные объекты, которым поклонялись народы Севера. Обычно сейды – это объекты из камня. Ну, например, одинокостоящая скала какой-то причудливой формы, вертикально поставленные удлиненные камни, либо какие-то типы камня, камень на ножках, вроде того, которое я сделал только что. Вот о последних давайте и поговорим. Сейчас не утихают споры о происхождении таких сейдов. То есть, произошли они естественным путем, либо это объекты рукотворные. Но я думаю, что эти споры, они бессмысленны, потому что одно проистекает из другого. Ну, известно, что сейвер был покрыт ледником, причем не один раз. И ледник, двигаясь на юг, он волок за собой камни. Если эти камни оказывались внизу ледника, между основанием и самим ледником, то они истирались, обкатывались, и получались такие вот огромные валуны, такая супергалька, который, естественно, никакой прибой сделать не мог. А вот камни, которые были выше, а высота ледника была сотни метров, то они проделывали огромное расстояние совершенно без повреждений. Но рано или поздно ледник таял. И камни, которые в нем были, они опускались. И при этом они оказывались друг на друге в самых разнообразных позах. И вот если такая поза была устойчивая, если камни, на которых они лежали, тоже были достаточно прочные, то такие вот комбинации камней, они сохранялись многие-многие тысячи лет. И вполне возможно, что были такие камни, такие случаи, когда большой камень оказывался на нескольких маленьких камнях. Обычно на трех. Это самая устойчивая такая комбинация. И когда на севере появились люди, они обратили внимание на такие камни. Ну, в первую очередь на тех, которые стояли на таких открытых, возвышенных местах, заметных. Ну, те, которые глубоко в лесу, вот их, естественно, не сразу и заметишь. И они стали придавать им какой-то такой религиозно-мистический смысл. Стали использовать их в каких-то своих ритуалах. Ну, я думаю, рано или поздно кому-то в голову пришла мысль, что тратить несколько дней на дорогу к такому сейду, чтобы там какой-то ритуал провести, это слишком накладно. Что гораздо удобнее было бы иметь такой сейд рядом со стойбищем, чтобы сразу вот вышел и вот тебе сейд. Причем какой нужны формы и размеры. И вот тогда люди стали делать такие сейды. Делать по образцу и подобию тех, которые они увидели в природе, естественные. И таким образом количество сейдов наверняка стало больше. И отличить, какой из них появился естественным путем, а какой рукотворный, уже сейчас невозможно. Ну, давайте попробуем проанализировать, а была ли вообще у древних народов Севера возможность сделать такие сейды? Могли ли они это сделать физически? Я думаю, что была, могли они сделать. И таких способов было как минимум несколько. Итак, способ первый. Это способ довольно медленный, и его можно реализовать только в зимнее время. Но зато не требуются большие физические усилия. Сейд может сделать даже один человек, ну, например, шаман племени. Исходим мы с того, что люди, всю жизнь живущие среди льдов и снегов, они хорошо знали свойства воды во всех ее стадиях, во всех фазах. И они знали, конечно, что вода при замерзании увеличивается в объеме, то есть расширяется. Поэтому они могли просто выбрать подходящий валун подходящего размера и находящийся в подходящем месте на каком-нибудь таком обработанном ледником возвышенности, такой, чтобы было издалека видно. Затем они могли просто налить под него воды, и при замерзании вода увеличивалась в объеме, и этот камень слегка приподнимался, ну, скажем, на какие-то десятые доли миллиметра. Затем они могли в этом льду под камнем выдолбить какие-то ниши, скажем, три штуки, и снова залить туда воды. Снова камень приподнимался еще на доли миллиметра. Затем, оставив эти три, скажем, ниши в качестве опоры, они между ними делали другие ниши, снова заливали воду, и снова камень приподнимался. И таким образом, меняя эти самые места, куда они заливали воду, они каждый раз понемножку-понемножку камень приподнимали. Ну, конечно, в начале, пока прослойка воды была очень тоненькая, подъем был на очень небольшую величину, а потом, когда там стали уже десятки сантиметров, то за раз гораздо больше. Ну, если считать, что за один такой прием камень приподнимался всего на одну десятую доли миллиметра, то за зимний сезон, скажем, за сто дней, он поднимался уже на десять сантиметров. Это вполне достаточная величина, чтобы туда камни подставить. Ну, такую операцию ведь могли делать не один раз в день. Для того, чтобы выдолбить во льду такие ниши, требовалось, скажем, два-три часа, да? После того, как туда залили воды, она буквально через там 15-20 минут полностью замерзала, и может было долбить рядом другие ниши для другой воды, чтобы сделать другие ножки такие. Если делать так три раза в день, то за сезон вполне можно поднять на 30-40 сантиметров. То есть камень любого размера. В этом случае физически какие-то усилия прилагать не нужно, всё делая сама природа. Камень мог весить там 50-100 тонн и приподнять его на 30-40 сантиметров, а потом оставалось только под него подсунуть подходящие камни и дождаться весны, когда весь лёд таял, этот огромный валун оказывался на этих ножках. Вот сейд готов. Таким образом они могли хоть каждую зиму делать по-новому сейду или сразу одновременно. Возможно, они могли работать таким бригадным подрядом. Скажем, несколько человек выдалбливают эти ниши, один растапливает снег, другой подносит дрова. Всё это вполне возможно, вполне реально. Никаких технологий для этого не нужно. Это могли сделать люди хоть в 5-10 тысяч лет назад. Способ номер два. Он более быстрый, но требует применения физической силы. Причём не только человеческой или не стойко человеческой. Люди, которые всю жизнь жили бок о бок с оленями, знали их физические возможности. Олень, конечно, не лошадь тяжеловес, но он вполне может перевозить собственный вес на достаточно длинное расстояние на нартах. А на кратковременном может перевозить груз гораздо больше. Люди в те времена хорошо знали, что по льду, например, любые предметы, в том числе и камни, движутся гораздо легче, чем по камням или по рыхлому снегу. Поэтому как могли использовать этот способ? Этим способом они могли не только поднять камень большой и поставить на нужное место, на маленькие опоры, но привести камень на нужное место. То есть они брали камни, устанавливали на каком-нибудь открытом месте и засыпали их снегом, и потом заливали водой. То есть всё это превращалось в лёд. И затем вот такую ледяную дорожку, сначала снежную, потом ледяную, они делали до камня, если он лежал не сильно высоко, то есть не сильно далеко, на подходящей высоте. Но затем они просто запрягали оленей. Они могли запрягать не только по одному, по два оленя, конечно, могли запрячь десятки оленей сразу. И этот камень они по этой ледяной дорожке тащили, волочили. Но на это могло уйти всего несколько часов. Но на подготовительной операции ещё несколько дней. То есть буквально через неделю камень, если он был не сильно далеко, не сильно тяжёлый, ну такой в пределах 50-100 тонн, они могли дотащить до нужного места. И опять же весной, когда этот лёд таял, камень опускался на три, камни поменьше, и сеет готов. Все расположены там, где им нужно. Ну буквально, может быть, даже в центре стойбища. Как угодно. Способ номер третий. Это, пожалуй, самый быстрый способ. Он круглогодичный. Но для его реализации нужно было участие нескольких человек. Закон рычага знал не только Архимед, но и многие народы Севера. Они использовали большие палки для того, чтобы передвигать тяжёлые предметы. Брёвна, например, камни. И таким же способом они вполне могли приподнять нужный камень на нужную высоту и подложить под него камни поменьше. Как известно, они своей юрты или чумой, или как там их по-другому можно назвать, строили, используя каркасы жердей. Длина жердей где-то метров пять, а то и больше. Диаметр сантиметров десять у основания. Так вот, если жердь эту у основания спилить, срубить наискось, то получается такой вот внизу, как треугольник. Вот этот выступ, который получается внизу, он как точка опоры. Вот этот кусок, который конической формы получится, это маленькая часть рычага, а всё остальное большая часть рычага. И соотношение здесь, скажем, пять метров, здесь пять сантиметров, получается сто к одному. То есть, рычаг увеличивает усилие в сто раз. Если с этой стороны на этом рычаге повеснет человек весом, скажем, в семьдесят килограмм, то, значит, здесь развивается давление или как усилие в семь тонн. То есть, подложив такой рычаг под камень и повеснув, человек может приподнять примерно камень весом семь тонн. А так как он приподнимает его только с одной стороны, второй стороной камень будет опираться на землю, то он поднимает только половину его веса. То есть, камень может весить 14 тонн. Ну, так, приблизительно. Ну, возьмём для ровного по счёту каждый человек создаёт усилие в 5 тонн. 10 человек 50 тонн, 20 человек уже 100 тонн. 100 тонн это довольно-таки большой камень размером примерно 2,5 так на 2 и на 2 метра. То есть, как это могло происходить? Люди подходили к камню, вставляли под него заточенные вот эти жерди и своим весом приподнимали камень. Может быть, всего-то на 1 сантиметр. Другой помошник подкладывал под них либо жерди, либо плоские камни. Потом они переходили на другую сторону камня, тоже его приподнимали, снова подкладывали камни. Потом подходили на эту сторону, приподнимали уже чуть выше и вот так, переходя туда-сюда, они вполне за один всего лишь день могли приподнять его на 20-30 сантиметров. Потому что, чтобы вставить эти камни, резко нажать, вставить, это буквально минутная операция. Это можно было делать и зимой, и летом, в любое время суток, потому что это от погоды никак не зависит. Вот такой вот третий способ, вполне реальный. Для него даже оленей не нужны. Так что, как видите, древние народы севера вполне могли делать сейды своими руками, как минимум тремя способами. Возможно, что они использовали эти способы комбинированно и еще что-то применяли. Ну, например, для того, чтобы приподнять камень, лежащий на основании, они могли вполне забивать туда колья. Колья из сухого дерева, которые после смачивания опять же разбухали и камень приподнимали. Затем они забивали колья потолще, еще камень приподнимали, потом еще толще. И так вот постепенно за несколько дней они приподнимали камень на такую высоту, чтобы под него можно было вставить уже подходящую жерть и использовать ее как рычаг. Так что, встретив где-нибудь сейд, вы вполне можете задать себе вопросом, кто и когда этот сейд построил. Потому что отличить созданное вручную от того, что создано природой уже никак невозможно. Буквально через несколько лет камень покрывается лишайниками, обрастает ими. И уже нельзя сказать, лежит он в этом месте сто лет или сто тысяч лет. И вы сами, находясь в туристском походе, вполне можете сделать такие сейды с помощью нескольких крепких палок и нескольких крепких мускулистых рук. Сделать камень, приподнять камень весом в одну или несколько тонн, это дело совсем несложное. Если вы знаете другие способы изготовления сейдов в естественных условиях, то напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. С вами был Виктор Рогов. Подписывайтесь на мой канал и смотрите другие мои видео. Записано на острове Малый Касьян 10 августа 2016 года. Спасибо.